Привет! Я Зайка Леонид. Зайка это просто фамилия, а это просто северный ледовитый океан. Последние три года своей нескучной жизни я живу и работаю в Арктике. Большую часть времени на острове Врангеля он по правую руку от меня. В своих выпусках я пытаюсь рассказать о работе в диких условиях, о том, как мы живем в заповеднике, чем мы занимаемся и, собственно, что мы здесь делаем и для чего он нужен, этот заповедник. В прошлом выпуске я вам рассказывал про самого молодого полярника нашей станции, Константина, и, судя по просмотрам и тем комментариям, которые вы оставляете, эта тема была интересна. Я решил продолжить говорить о людях заповедника, чем они занимаются, и этот выпуск будет посвящен самому взрослому полярнику нашей станции, моему близкому другу Виктору. В свои 33 я никогда не думал, что встречу товарища, которому слегка за 60. Это опытный человек, который научил меня многому, и в этом выпуске мы постараемся ответить на самые интересные вопросы, которые вы задаете в комментариях. Я буду очень признателен, если вы подпишетесь и оставите комментарий, пожалуй, даже комментарию больше порадуюсь, потому что мне интересно, о чем вы думаете, когда смотрите эти видосы. Я, наверное, уже более полугода не общался с людьми помимо острова, и то живое общение, которое происходит в комментариях, меня дико радует. Поэтому пишите, задавайте вопросы, я предлагаю начать. Знакомимся. Костюк Виктор Степаныч, старший государственный инспектор заповедника остров Врангеля. Без дублей. С первого раза. Вопрос-ответ. Поехали. Поехали. Привет. Привет. Не стесняйся, будь собой. А я с собой. Это отлично. Вить, представься, скажи, где мы находимся. Я старший государственный инспектор Костюк Виктор Степанович. Мы находимся на территории заповедника остров Врангеля. А сейчас мы где конкретно? У меня дома. Это твой дом? Да. Просто я не знал. Ты первый раз здесь? Да, да, да. Первый раз за три года. Расскажи, как ты попал на остров, зачем ты сюда приехал, откуда ты сюда приехал? Ну, на остров я попал, это чистый фонарь. Мне позвонили, предложили поправить свои финансовые вопросы, и я согласился. То есть тебе позвонили и сказали, хочешь денег? Ты такой, да. Да, примерно так и получилось. Хочешь денег? Да, хочу. Пацаны, а что делать надо? Они говорят, да ты знаешь, на дальний, крайний, 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 север. То есть туда даже птицы только летом прилетают. В 19-м году в декабре сижу, никого не трогаю. Звонок от товарища, говорит, не хочешь, говорит, нужен, говорит, срочно водитель, говорит, и механик. С небольшими навыками строителя поработать. Я говорю, а что делать? Он говорит, ну, поедешь, говорит, заповедник, будешь работать для страшного государственного инспектора. Ну, я подумал, с женой посоветовался и решил, что, а что не попробовать. Как отреагировала жена на такое предложение? Тебе предложили контракт, на два года ты уезжаешь с дома, как семья встретила такую новость. Ну, будем говорить так, мы уже возрастные, жена немножко повозмущалась, мол, типа два года, что там, это самое, дом собственный. Кто будет за ним смотреть. Ну, сошлись на том, что ребенку надо учить. У меня ребенку 18 лет, что его надо учить. И на этом сошлись, что надо все-таки ехать, попробовать. Вот тебе предложили ехать. Говорят, Витя, у тебя месяц на сборы. Чем ты занимался? Как ты готовился к поездке? Вот объясни обычному человеку с материка, который сюда едет впервые, что ему нужно сделать, к чему быть готовым? Я звоню директору будущему. Александр Рудольфович, что делать? У нас, говорю, я на югах живу, у нас нет ничего. Он говорит, а ничего не надо, приезжай, мы тебя оденем. Ну, там, что-то я купил, что-то, то самое там. Ну, теплые вещи, такие нательные. Верхнее я ничего не покупал. И запас сигарет. Как-то я курю, не останавливаясь, курю. Большой запас сигарет сделал и билет на самолет. Это было самое проблематичное. То есть, давай подведем итог. Ты купил термуху, сигареты и билет. Все, это твоя поездка в Арктику, на этом закончилась. Да, на этом моя поездка в Арктику закончилась. Так как я звоню Рудольфовичу, говорю, Рудольфович, а что я буду кушать? Как мне везти? У меня всего 20 килограмм разрешенного веса и все на этом. Он говорит, ничего, братан, едешь, пацаны помогут, прокормят, потом, говорит, рассчитаешься с пацанами, получишь продукты через определенное время и рассчитаешься. С голоду в Арктике не умрешь, не дадут. То есть, ты ехал сюда без продуктов, чем крайняя ситуация отличается от моей. Я самолетом отправлял примерно 300 килограмм тушенки-сгущенки. Но ты приехал, здесь был, видимо, какой-то запас или как был организован быт. Вот ты приезжаешь первым делом, куда из Туапсета прилетел? Ну, сначала я прилетел в ПИВЕК, написал заявление, все там, ну, устроил это самое, трудоустройство, все, ну, как на любом предприятии. Нас селят на служебную квартиру, там уже живешь ты, Леонид, и я посмотрел на твои запасы, и у меня начинается небольшой такой шок. У человека, человек едет в Арктику, у него там сгущенка, тушенка, там макароны, а у меня шаром покатят, не сигареты. И здесь тоже благодаря Рудольфовичу, Рудольфович нам выписывает подъемные, и я там иду в ПИВЕК, по бешеным северным ценам, закупаю там какую-то тушенку, ну, что-то такое по мелочам. И мы ожидаем вертолета. И здесь начинается самое интересное. День летный, суббота, воскресенье, аэропорт не работает. Как, говорю, понедельник, вторник, день не летный, где-то самое, погоды нет, не летают вертолеты. И так мы просидели с 18 февраля до 26, до 22 марта. 22 марта уже сказали отбой, и тут все, 10 минут на сборы и летим, все, оверборд подошел. Вот прыжки-впрыжки, бегом-бегом в аэропорт, на вертолет, и первая встреча с перелетом через Лонго, посмотреть сверху на все, посмотрели на Шмидт, и так вот долетели до острова Врангеля. Я просто по ощущениям хочу передать, вертолет садится на площадку на Врангеля, здесь на острове, там 10 минут на разгрузку нам дали, мы все выгрузились, кругом белые кристальные там ледяные глыбы. Ты стоишь с мешком своим сигарет, и какие у тебя мысли, о чем ты подумал первый раз, когда это все увидел? Холодно, а я в джинсиках, в легких ботиночках, которые мы нашел самые зимние, в Туапсе, конечно, ощущение было выше среднего. Что дальше? Куда тебя отправляют? А дальше головой крутишь, понять не можешь, а куда? Стоит полярка, и там где-то встает вдалеке какие-то старенькие-старенькие дома, и что-то там желтое между них, зеленым и железом блестит, ну что-то, какие-то строения, ну где-то километр. Тут все суетятся, все знакомятся, кто-то уезжать, уезжать нас никто не собирался, какие-то стоят большие машины, трекал я, например, никогда в жизни не видел такую машину, тут стоит на каких-то огромных колесах, какая-то легковушка непонятная, какие-то непонятные дядьки с бородами ходят, тут сам весь побритый такой, весь такой, ну парень с города приехал. Ну, давай, все, давай, грузимся, здесь какие-то мальчишки помогают еще, ты стоишь в шоке, ничего понять не можешь, то есть пока я выкидывал все с вертолета, я еще что-то понимал, когда встал на вертолетную площадку и вертолет взлетел, я уже ничего не понимаю, какие-то санки, какие-то снегоходы, я снегоход в жизни не видел, запихнулся, все, приехали, вот, говорят, вот твой дом, вот здесь будешь ты жить. Куда вы приехали? В поселок, в Ушаковское, от вертолетки. То есть, твой дом, для тех, кто не знает, я поясню, мы находимся на центральной базе заповедника, в поселке Ушаковский, здесь локальная точка, откуда начинаются все разъезды и все работы по острову, так? Так, да. И тебя привезли вот в твой будущий дом, в котором ты будешь жить ближайшие два года, в этом поселке Ушаковский, в котором мы сейчас и находимся. Ну да, вот примерно так это все. Захожу в дом и у меня начинается шок, чайник стоит, а воды ноль. Ума, что можно пойти, выйти, набрать снега, подтопить его в кастрюле, пока ума не хватает. То есть, блин, я к соседу говорю, Лех, а как, говорю, это самое, воды попить, чай попить? Он говорит, да иди, говорит, это самое, на тебе, говорит, канистру, а потом, говорит, бери вон снег, говорит, нагребай. Я говорю, а что, говорит, да здесь все так пьют, говорит, ты что, говорит, откуда свалился? Я говорю, стоп, все, у нас снега нет. Ты затронул тему воды, снега, самый частый вопрос, который мне задают в комментариях, почему вы пьете талую воду? Это же очень вредно, как вы справляетесь? А вот кто задает вопрос, такой же, как и я, пускай приедет сюда с ломиком и попробует хоть одну речку раздолбить, чтобы набрать речной воды. А во-вторых, речную воду пить очень рискованно, потому что содержание солей иногда в некоторых речках превышает допустимой нормы. И выбираешь между взволом либо кальций, либо почки. Ну, лучше кальций. Но ты как-то восполняешь организм? Да, я пью постоянно витамины, кальция содержащие витамин С и кальция содержащие витамины, и поэтому восполняем кальций. Хорошо. Первый день акклиматизации, день вертолета так называемый, мы не будем вдаваться в подробности, как он отмечается, но отмечается всеми и с большим размахом. Да, вот второй-третий день, твои обязанности, в чем заключается твоя работа, чем ты здесь занимаешься? На второй день меня подвели к большому этому треку, говорят, вот твоя машина, давай осваивай ее, смотри, что ломано, что не ломано, ремонтируй. И 26 марта мы выезжаем на учет медведей. Мы садимся, заводим машину, выезжаем, подъезжаем к сопке, и вот она, медведица и два медвежонка. Это первое, что я увидел. И мамка... Какое расстояние? Ну, расстояние метров 400-500, ну, для меня это, то есть я уже вижу медведя без бинокля, а бинокль так я разглядываю, даже глаза его разглядывать могу. Ё-о-о, там, ты че? А тут смотрю, с другой стороны еще одна мамка с медвежонком, а у меня там все, шок. А тут еще какие-то овцы-быки где-то в стороне ползают, и я вообще в шоке был. Расскажи, чем отличается быт здесь на центральной базе от обустройства дома на кордоне? Так, ну, вот центральная усадьба, это, конечно, у меня в доме, я говорю только за свой дом, я не говорю не за всех, благодаря Александру Рудольфовичу, там, немножко моим рукам, у меня в доме нет только посудомоечной машины. Все, потому что нет воды, если была, наверное, вода, я бы посудомоечную машину себе притащил. У меня есть, начиная все от миксера до стиральной машинки, утюг, там, ну и все остальное. Полный комплект бытовухи. Да, у меня весь бытовой комплект, который был бы у меня в домашней квартире, есть все. Ну, ты единственный на острове, у кого есть микроволновка, хлебопечь, мультиварка, холодильник и отдельно морозильный ларь. То есть, о чем это говорит? Сюда приезжают по большей части молодежь, как я, ну, есть люди взрослые, как ты, но, наверное, просто подход к организации быта разный. Кто-то живет как спартанец, а кто-то, как ты, хочет быть, как на материке. Да, я живу как на материке, то есть, я себе, например, мне не устраивает, чтобы у меня вешалки, просто будет стоять вешалка, я себе сделал шкаф-купе. Я не хочу спать на шконках, я хочу спать на двуспальной кровати. Я хочу сидеть в кресле, а не на тубаретке. Покажешь свою комнату потом? Потом покажу. Я хочу сидеть на кухне, на диванчике, на нормальном, иногда прилечь, если... То есть, все это ты делал сам, своими руками? Да, что-то там от поселка осталось, от старого, я подремонтировал, привел в порядок, что-то доделывалось, что-то было. Ну, очень большое спасибо Александру Рудольфовичу, конечно, директору нашему, нашему снорженцу великому. Он выполняет все наши заявки. Почему все собрано у меня? Ну, как бы я собирал. Ну, во-первых, многие же сюда приезжают ради романтики, а его устраивает шконка, вешалка. И спальник. И спальник. Я так не хотел. Спальник мне на кордонах есть, для этого романтики хватает. А здесь я хочу быть дома. Расскажи про кордоны. Чем они отличаются? Приезжая на кордон, первое, с чем ты сталкиваешься, это то, что у тебя ограниченное количество электричества. Пользуемся мы в основном все освещение дома у нас. Это солнечные батареи и ветряки. Тоже благодаря нашему директору появился свет. Ветряки мы поставили уже в прошлом году. Ну, позапрошлым году мы первый ветряк, такой хороший ветряк поставили на Уэринге. И сейчас нет, без перебоя. Раньше был, начинался, кончался полярный день и начинался перебой с электричеством. А сейчас, благодаря ветрогенератору, у нас электричество есть. Хватается посмотреть ноутбук от 220 вольт через инвектор. И телефон зарядить. То есть, не выходя, не слазя со шконки, ты можешь себя обеспечить 220 вольтами. Скажи, отметь, или давай я отмечу, что телефон здесь по большей части, чтобы слушать музыку, либо смотреть фильмы, либо в моем случае читать книги. Сотовой связи здесь нет. Спутниковый интернет только на центральной базе. Как часто ты созваниваешься с родными и как это происходит? Теперь я звоню раз в неделю. Раньше звонил каждый день. Сейчас я звоню раз в неделю, потому что мне просто... Я не знаю, чем разговаривать с ними. О том, что ты увидел пять медведей, трех овцебуков и четырех песцов, да, по большей части? А, они это уже слышали от меня в прошлый раз и как там это самое? Да, бывают такие интересные случаи, когда вот, например, я шел по дороге на сторону полярки и столкнулся с медведем в трех метрах друг от друга. Конечно, этот я случай рассказал, когда я там вспотел, повернулся назад. Правда, когда здесь ходишь, здесь голова должна крутиться на 360 градусов, но я не заметил его. Прошел контейнер, поворачиваясь, пройдя контейнер, поворачиваясь, он выходит из-за контейнера. Здесь, конечно, моя была ошибка, но ощущение, конечно, было изумительное. В трех метрах стоит такая махина, такими красивыми-красивыми глазками, с такой добрым-добрым личиком и с такими большими-большими клыками. Конечно, это было супер очищение. И ты видишь, что расстояние всего три метра. И что у него, а когда смотришь на животного, особенно на белого медведя, если там песца смотришь с близкого расстояния, там видно, что он нагреся, трусость, он такой весь, такой весь. А медведь встал на тебя, смотри, таким тупым взглядом, а что с тобой делать? И непонятно, да, как он? И непонятно, что он будет. Это интересный случай, у каждого из нас происходят встречи с белым медведем. Вот это самое короткое расстояние, да, как ты говорил в твоей жизни? Да, это три метра было самое короткое расстояние. Вот обывателю расскажи, что делать, когда в трех метрах от тебя белый медведь? Ну, тут получается так, я моментально расстегнул молнию на кармане, выхватил фальшик, это все было вдоль и вдоль и секунд, пока он тупо соображал. Я зажег фальшик, он посмотрел на меня, и так, знаешь, час-час можно так говорить. Ха, мясо старое есть не буду, развернулся и пошел от меня. То ли боялся огня, то ли не захотел старого мяса, но мне тогда все обошлось. Но мы ходим здесь постоянно, у нас у всех в карманах есть обязательно фашфеллер, обязательно есть ракетница на всякий случай, то есть перцовый баллон. Это мы должны носить при себе и всегда, и обязательно, потому что такая встреча может закончиться очень плачевно. В основном мы пользуемся нелетальным оружием, но у нас есть ружья, есть карабины. Это на всякий случай, мы в этом году проходили обучение, подтверждение обучения. Но при всем этом, что охотничьи ружья у нас все заряжены, заряжены тоже только ракетницами. Патронов, которые могут принести вред животному, мы с собой практически не носим. Ты вкратце рассказал о своих задачах, но все-таки давай подробнее, как проходит твой день. Сегодня выходной, на заднем фоне там слышен шум бензопил, ребята заготавливают дрова. Кстати, расскажи про заготовку дров. Постоянно спрашивают, где вы берете дрова, если на острове нет деревьев. Дрова нам приносит море. Вот как, что это такое, я когда пишу людям, мы собираем топляк. Все начинают спрашивать, что, кого, где, почему, что это такое, как происходит процесс. Там, где есть лес, там, где есть реки, море, река выбрасывает в море, море подхватывает и течением приносит к нам к берегу, выбрасывает штормами на берег. Это одно из самых основных дров, которые у нас есть. Также мы пользуемся еще, иногда мы сносим старые здания, это тоже наше топливо. Как проходит твой день, с чего он начинается, как организован твой отдых? Вот более подробно, углубленно расскажи. Любой мой день начинается, это ведро воды ледяной, выхожу на улицу и выливаю на себя ведро холодной воды. Это мой утренний душ. Так делают пока в деревне только я. Леонида приучал, Леонид бросил. Ну, я начну опять. Вот, это у меня ежедневно, вне зависимости от мороза, от ветра, от снега и от всего остального, я все равно выйду, вылью на себя ведро. То есть, ты хочешь сказать, в январе месяце в минус 35 при ветре 30 метров в секунду ты выходишь и обливаешься? Я прячусь за дом, обливаюсь, добегаю до двери и у меня волос покрывается льдом. Ладно, арктический душ ты принял, что дальше? Кофе. Я, у меня есть кофемашина, прежде чем идти принимать арктический душ, я забиваю кофемашину, кофеварку, включаю, принял арктический душ, растерся, как говорится, как все, принял, там почистил зубы, умыться я уже умылся, почистил зубы и кофе и сигарета. Дальше идет проблока с собакой, так как у меня сейчас собака со мной живет. А если, когда собаки не было, после кофе, кашка. Это обязательно, я не рекламирую. Геркулесик, овесик, там рисик, манка. Про продукты потом отдельно поговорим, еще покажешь свой склад. Хорошо, умылся, позавтракал. Если это рабочий день, то что дальше? Дальше у нас идет планерка. Мы получаем задачи на работу. Есть у нас постоянная работа. Вот как у меня сейчас, например, постоянная работа. Я строю с Андреем баню. Строим баню. Это наш личный быт, но делаем мы в рабочее время это. Рабочий день, в принципе, по большому счету, ничем не отличается от рабочего дня любого сотрудника в заповеднике. То есть, это какие-то учеты животных, визуальное наблюдение. Давай сразу скажем, что браконьеров здесь практически не бывает. И эта работа отсекается, но все равно у вас есть выезды, вы проверяете фотоловушки, осматриваете территорию. Может быть, заходят какие-то корабли, пролетают вертолеты. То есть, работа инспектора, как такового защитника природы, все равно выполняется. Это так? Это никто не отменяет. То есть, любая работа, которая идет помимо нашей инспекторской работы, это второстепенно. В первую очередь, это работа инспектора. То есть, ты должен видеть, ты должен смотреть, ты должен наблюдать, ты должен знать. Вот знаешь, единственное различие, такое напрашивающееся. В большинстве заповедников, вот есть, допустим, оперативная группа, которая занимается конкретно поиском и ловлей браконьеров. Есть условная бригада строителей, которая занимается восстановлением кордонов, приводит дома в порядок для туристов и прочее. И есть ребята, которые занимаются техникой. Все они в основном входят в инспекторский состав. Здесь же вы выполняете весь спектр задач. То есть, вы мастера на все руки. Так получается? Да, здесь приходится быть и жнецом, и кузнецом, и нефлейки-игрецом. Потому что здесь состав нас очень маленький. И распределять людей по ты тот, ты это, ты это, здесь так не получается. Здесь у нас всего шесть человек. Поэтому каждый должен делать то, что он может. И стараться делать даже то, что он не может. Он может учиться и делать, потому что шесть человек должны обеспечить себе полностью жизнь. Если мы не сделаем сегодня кордон, то завтра мы приедем на развалины. А ночевать нам, не дай бог, в нем придется. Поэтому все делается так, что каждый человек должен делать за собою, для себя. Как проходит твой выходной? Чем ты занимаешься? Выходной? Первое, все то же самое утреннее до завтрака. Но, правда, просыпаемся мы часов в десять, в одиннадцать. Ну, все то же самое. Это завтрак. Потом вода, дрова. Каждое воскресенье снег. Накапываешь субботу, воскресенье. И баня. У нас пока такая небольшая, но баня. Хотя у меня дома есть душ, но косточки хочется погреть. Хорошо, чем ты себя балуешь, как ты проводишь досуг, расскажи об этом. Выходное свободное время, это у меня, например, уходит забирать какое-то время хлеб. Это потому что без хлеба я не могу. И в своем доме я стараюсь благоустроить свой, ну, быт свой. Вроде как бы у меня все есть, но я что-то еще хочу нового. Я в этом году поменял у себя дома мебель. То есть у меня была новая хорошая мебель, я ее раздал людям. Себе поставил шкаф-купе, заменил столик, другое сделал мне. Вот так, по мелочам. Сейчас у меня в планах сделать себе такое шикарное кресло. Пока заготовки сделал. В рабочее время это делать нельзя, делать все только в свободное. Ну, больше я и телевизор. Ну, это уже перед сном, там, 2-3 часа, это телевизору надо отдать должное. А так мастерю что-нибудь. Давай более детально про приготовление пищи. Из чего ты готовишь? Где ты берешь эти продукты? Какие они? Что из себя представляют? Продукты у нас в основном консерванты. Не в основном, а будем говорить консерванты, кроме мяса, которое ленину мы привезли на вертолете. Все остальные продукты это только консервы. Или сублимат. Других продуктов у нас нет. Бывает, там, картошка свежая, морковка свежая, там, свекла. Ну, это 2-3 дня побаловать с прилетом какого-нибудь борта, и на этом все заканчивается. Поэтому едим мы сублиматы. Что ты заказываешь в первую очередь? В первую очередь, а все. Питаемся мы вдвоем, поэтому мой напарник заказывает, с кем я живу в доме, то, что мы питаемся, готовим на двоих. Каждый сам себе хочет, каждый сам себе готовит. Здесь, в принципе, никто никому не запрещает. Ну, у меня Костик предпочитает, чтобы я готовил, а он кушал. Поэтому продукты мы, как бы, с ним кооперируемся. Что-то я заказываю, что-то он заказывает. Дополняем друг друга. И вот сейчас посмотрите мой склад. Это продуктам, которые год. В принципе, этими продуктами питались год. Это у нас остатки продуктов, так как осенью нам придут новые продукты уже. Хороший переход. Пошли на склад, покажешь, расскажешь, что у тебя. Я тебя специально-то в переходе перевел. Ну, это все, что осталось после года. Здесь уже не так много продуктов. Осенью придут новые продукты. Ну, вот, самый основной продукт у меня тушенки. Тушенки мне еще на год хватит. Спокойно, здесь около 400 банок тушенки. Есть вот здесь у меня солености, сладости, шоколад, картофель, чай. Ну, я так смотрю, что у меня, что-то я перезаказал. Макароны, еще чай, печенье, печенье, приправы, куча сахара и мука. Это все основное, что требуется. Также на всякий случай у меня есть солдатские пайки. Это в случае выезда в дороге, если что, поесть быстро рыбные консервы. Ну, вот вроде все продукты такие основные, что у меня есть. Есть сухой лук, сухая морковка, финики, инжир. Есть все. У нас в домах отдельные технические помещения. Сразу за складом идет у нас душевая. Здесь у нас находится запас воды. Для мытья и стирки умывальник вот такой вот. Со всеми нашими принадлежностями, зубными щетками, шильными брильными принадлежностями. Стиральная машинка с бачком специально для того, чтобы не под давлением работать. И вот мое изобретение. Ну, не изобретение мое. Мое здесь только бак. И вот типа самопроизвольная душевая кабинка. Чтобы она работала, еще требуется, конечно, аккумулятор. Он 12-вольтовый стоит у меня, большой. Вот, в принципе, наша ванна, где мы моемся, умываемся, стираемся. Это моя комната. Здесь я провожу треть суток. Это вот кровать, которую я себе сделал сам. На заднем виде у меня это не медвежья шкура. Это шкура северного оленя, добытая еще в советские времена, выделанная, висит у меня для интерьера. Дальше у меня ружье с патронтажем. И патроны, заряженные ракетами. Также у меня в комнате буфер, телевизор, тумбочка под аппаратуру. Там у меня стоит DVD, кассеты, диски. Это мое место, когда не хочется на кровати посидеть. Сижу в кресле. Как бы вот так вот. Надо пойти прогуляться вон. Даму нашу выгулить. Всем счастливо. До свидания. Ставьте лайки. Привет-привет. Дядя Витя! Отвези меня к девчонкам. Поехали. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова